Дженни Бейлис. 12 рождественских свиданий. Пролог. По стеклянной крыше кухни в доме Лауры барабанил дождь. Наступило 2 октября, и все метеопрогнозы бабьего лета вместе с макияжем Кейт оказались смыты затяжными пронизывающими дождями. Утром Кейт отправила в студию несколько черновых проектов и собиралась сделать перерыв, прежде чем приступить к следующей партии набросков. Ей требовалась смена обстановки. Последние три дня она провела, зарывшись в своей кухне, среди эскизов и красок. И поэтому, когда Лаура в 7 утра отправила ей сообщение, требуя встречи, Кейт согласилась. Она знала, что это ловушка, но уже смирилась со своей судьбой. Ее подруга была олицетворением настойчивости. Лаура открыла ноутбук и забила в поисковике «Lightning Strikes». Кейт заметила блики лиловых потеков недавно пролитого смородинового сквоша на крышке ноутбука. По краям экрана были наклеены два сияющих единорога с розовыми крыльями и одна веточка брокколи. «У меня примерно 45 минут, пока дети спят», — сказала Лаура. «Хватит, чтобы тебя зарегистрировать, а затем добро пожаловать в мир мужчин». Кейт поморщилась. На экране открылся сайт «Lightning Strikes». На фоновой заставке серебрились звездочки и белые ягоды Амеллы. Двенадцать рождественских свиданий светилось в центре экрана большими красными буквами, а под ними две кнопки «Подробнее» и «Зарегистрироваться». «Ты уверена?» — спросила Кейт. «Это абсолютно законно», — ответила Лаура. «Я все тщательно изучила, когда отправляла их предложение леди Блэксфорд. Я же не могу рисковать. Леди Блэксфорд скормит меня собакам, буквально без шуток». «Так-то оно так, но я уже использовала приложение для знакомств. И поверь мне, мужчины не всегда пишут о себе правду», — возразила Кейт. «Господи, расслабься!» — воскликнула Лаура. «Последнему было лет как моему отцу. И кого вообще он хотел обмануть этим париком?» «Когда ты в последний раз встречалась с мужчиной?» — спросила Лаура. Кейт собралась было ответить, но Лаура движением руки остановила ее. «Твой папа и Мэтт не в счет!» Кейт нахмурилась. «Пол!» — вспомнила она. «Мы еще ели тольятелле в таком маленьком итальянском ресторанчике в голубых тонах в центре. «Пол!» — твой бухгалтер!» — сказала Лаура. «И к тому же он в браке с мужчиной!» Кейт надулась, но решила сдаться. «Ладно, давай посмотрим». Лаура улыбнулась и хлопнула в ладоши. Больше всего она сейчас была похожа на шкодливого чертенка. Честно говоря, Кейт уже заходила на этот сайт, прочитала все сообщения и почти решилась зарегистрироваться. Но она не говорила об этом Лауре. После затяжной военной кампании с потенциальным клиентом ее подруга заслужила право на триумф. Лаура нажала «Подробнее» и экран обновился. «В первый день Рождества Lightning Strikes мне дарит вновь 12 шансов найти гармонию и любовь». Кейт наклонилась, чтобы перечитать рекламный текст, написанный ее подругой. Лаура узнала об этом событии по работе, когда в ноябре прошлого года к ней обратилась маркетинговая команда Lightning Strikes. Они решили устроить свидание в поместье Блэксфорд, где Лаура работала менеджером по персоналу. Это было условное обозначение для менеджера по маркетингу и продажам, управляющего и личного секретаря для леди Блэксфорд. Lightning Strikes был лидером на рынке приложений для знакомств. Они явно гордились своим целостным подходом в этой области. И если верить форумам, у них был довольно неплохой рейтинг. Лаура убеждала Кейт зарегистрироваться с тех пор, как начала сотрудничать с Lightning Strikes, около года назад. Кейт стойко держалась. По мере приближения начала свиданий, атаки Лауры становились все напористей. Теперь, когда срок регистрации истекал через два дня, ее усилия достигли своего пика. Рождественские свидания были комплексным предложением. 12 свиданий в 12 разных местах, с 1 по 23 декабря. Это было недешево, разумеется, дороже, чем обычные выходные в спа-салоне, которые, по мнению Кейт, наверняка оказались бы лучшим времяпрепровождением. Акция была эксклюзивная и с ограниченным числом участников. С момента регистрации все свидания оплачивались вперед, и некоторые из них, с неохотой признавалась себе Кейт, были довольно забавными. Лаура использовала свои связи, чтобы заранее забронировать место для Кейт. Для Lightning Strikes это был новый проект. Они испытывали его в небольшом пригородном секторе Лондона, в основном в Кенте и районах, доступных на скоростных электричках. Если проект окажется успешным, они развернут его уже по всей Англии. Если... Кейт в этом сомневалась. Задача казалась невероятной, ведь нужно было удаленно контролировать огромный район и координировать точное время и место свиданий в 150 сексуально взвинченных клиентов. С первого же разговора Кейт резко отказывалась от этой затеи. А он состоялся еще когда Лаура только баюкала под платьем качан капусты, в котором потом нашелся малыш, что спал сейчас на втором этаже рядом с сестренкой. «Не думаю, что хочу быть подопытным кроликом для сайта знакомств», возмущалась Кейт. «Да это же идеальный способ расширить свой круг общения», возражала Лаура, поглаживая живот размером с баскетбольный мяч. «Ты серьезно пытаешься меня убедить, что тебе даже не любопытно?» «Не настолько, насколько ты думаешь». «Что, если эта затея провалится, и я потеряю деньги?» спрашивала Кейт. «Не потеряешь?» успокаивала Лаура. «Это же бизнес. У них есть страховка для таких случаев. Ну что страшного там может случиться?» «Как насчет свидания с психопатом?» «Не забывай, я училась с тобой в университете», напомнила ей Лаура. «Я помню парней, с которыми ты встречалась, и уверена, что хуже тех свиданий у тебя уже не будет. Я уже говорила о тебе с Келли. Это мой контакт в Lightning Strikes». «О, превосходно!» воскликнула Кейт. «Ты обсуждаешь мою унылую личную жизнь с посторонними». «Чтобы личная жизнь стала унылой, ей нужно хотя бы начаться», возразила Лаура. «Разговор окончен», отрезала Кейт. «Кстати, Келли сказала, что у них самые передовые технологии поиска. И еще, что у них самые лучшие варианты мест для свиданий». «Не сомневаюсь», ответила Кейт. «Ты ведь в курсе, что я беременна? Ты знаешь, какой у меня гормональный фон? Я могу запросто психануть на ровном месте». «Ладно, продолжай», сдалась Кейт. «Я слушаю». Она рассказала мне, как это работает. «Для каждого свидания можно выбрать одно из трех мест. Когда ты выберешь место встречи, тебе назначат кандидата, лучше всего, соответствующего твоему профилю». «А если никто моему профилю не соответствует?» спросила Кейт. «Так и придется скрести по сусекам из того, что осталось». Кейт посмотрела на Лауру, ее щеки покраснели, губы сжались, обушующие гормоны давали о себе знать. В глазах вспыхнули огоньки. Надвигалась буря. Кейт улыбнулась своей лучшей успокаивающей улыбкой. «Давай отложим этот разговор», предложила она, обнимая взбудораженную беременную подругу. «Обещаю, что серьезно подумаю над этим». С того разговора прошел уже год, а Кейт до сих пор думала. Все это время Лаура работала над материально-техническим обеспечением свиданий, которые были запланированы в поместье. И ее энтузиазм по поводу причастности Кейт к этому проекту рос в геометрической прогрессии. И вот временно раздумья истекло. Этот дождливый октябрьский день стал тем сроком, когда она должна была решить, стоит ли посвятить большую часть декабря в период и без того загруженный делами и приготовлениями походом на свидания с нескончаемым потоком идеальных, если верить рекламе Lightning Strikes. Незнакомцев. Навязчивой идеи об отношениях у нее не было. Она была не из тех женщин, что нуждаются в присутствии мужчины рядом. В то же время она считала, что вполне может влюбиться. С тех пор, как прервались ее последние долгие отношения, она не была на свиданиях в основном из-за лени. Кейт полагала, что она могла бы встретиться с мужчиной, пока жила в Лондоне. Но это значило, что нужно будет пойти куда-то, поддерживать диалог, а ей после работы больше всего хотелось дойти до дома и слопать кусок пирога перед телевизором. А что касается свиданий в Блэксфорде, люди переезжают сюда либо когда заводят семью, либо выйдя на пенсию. Отсутствие холостяков, желающих купить собственность в этой дремлющей деревушке, прямо-таки бросалось в глаза. Кейт вынуждена была признать, что ее пижамно-тостерный режим, продолжающийся каждый вечер перед телевизором ровно с 19.30, не способствует созданию счастливой сексуальной жизни. Но как бы ей не хотелось встретиться с кем-то, в одиночестве было гораздо комфортнее. Свидание с самой собой было самым лучшим. «Нужно уже определиться», сказала Лаура, открывая застекленную входную дверь и впуская потрепанного полосатого кота. Один из сливных желобов забился опавшими листьями и дождевая вода струилась по стеклу, словно водопад. «Ты не можешь не ходить на свидания и при этом торчать постоянно на сайтах знакомств. А за этим проектом будущее». «Откуда тебе знать вместе с замужем с детьми?» спросила Кейт. «Я читаю Космо», уверенно ответила Лаура. «Там ерунду писать не будут». «Может, у них есть каталог женихов?» «Я бы просто выбрала». «А что, если это еще один бастион сексуального неравенства, который нам предстоит взять?» спросила Кейт. Лаура сильным движением подтолкнула ноутбук в сторону Кейт. Наклейка с брокколи отслаивалась по краям. На кухне везде были разбросаны наклейки с разными овощами. Лаура пыталась приучить свою смышленую четырехлетнюю дочку Мину играть с ними. Но больше ими увлекся ее девятимесячный брат Чарли. Особенно ему нравилось лепить наклейки себе на голову. Палец Кейт завис над кнопкой регистрации. «Ты бы сделала это на моем месте?» спросила она. Лаура в отчаянии скинула руки. «Конечно!» воскликнула она. «Если не дай бог с Беном что-то случится, именно так я и найду себе нового мужа». Она сделала паузу. «Хотя Бен сказал, что если умрет раньше меня, я должна отнести его в спальню и положить с собой на кровать», продолжила она. «Он считает, что тот, кто сможет переспать со мной в таких условиях, будет считаться действительно достойным». Лаура мечтательно улыбнулась. Кейт вздрогнула. «Ладно, я подумаю и потом вернусь», сказала она. «Нет времени», возразила Лаура. «У меня есть серьёзные основания опасаться, что если ты не изменишь свой образ жизни, то впадёшь в сырно-крекерную кому. И я обнаружу тебя в обмороке с лицом, застрявшим в банке с маринованным луком. «Действуй», уговаривала она. «Двенадцать свиданий. Причём тебе даже не нужно никого искать. Поживи хоть немного». Курсор скользнул по кнопке регистрации. Кейт чувствовала, как большие глаза Лауры сверлят в ней дыру, а её колено нетерпеливо подёргивается. «Что мне терять?» подумала Кейт. «Разве что время, деньги и собственное достоинство». Колено Лауры ускорилось. Кейт глубоко вздохнула. Она позволила курсору ещё несколько секунд повисеть, прежде чем кликнуть по мерцающей кнопке регистрации. 1 декабря. Первое рождественское свидание. Кейт Тернер осторожно наступила на хрустящие, покрытые льдом листья, стараясь не поскользнуться и не рухнуть на спину. Дороги перед собой она не видела из-за больших пластиковых контейнеров, которые держала в руках. Это был один из тех прекрасных зимних дней, когда лёгкие наполняются чистым морозным воздухом, а небо такой синевы, словно на картинке в детской книжке. И дыхание вырывается густыми клубами пара, поднимающимися вверх к солнцу. Кейт толкнула дверь к кафе «Грушевое дерево», и та отворилась с дружелюбным перезвоном колокольчиков над головой, знаменовавших прибытие посетителя. В кафе было людно, тепло и шумно. В воздухе витал запах свежемолотого кофе. По запотевшим стёклам стекал конденсат, затрудняя обзор застывшего зимнего пейзажа снаружи. Несколько человек оторвались от своих капучино и помахали ей. Кейт, улыбаясь, кивнула им. Мэтт оторвался от дымящейся чёрно-серебряной кофемашины и тоже улыбнулся. «Слава Богу!» сказал он, когда чёрный эспрессо заструился в очередную чашку. «У нас закончились карамельные брауни утром, а то я думал, здесь будет бунт». Волосы Мэтта всегда были взлохмачены и сейчас они стояли торчком, как в рекламируемых модных прическах. У него была привычка ерошить их руками, когда волновался. И от этого делалось только хуже. Кто-то называл его шевелюру лохматой рыжей шваброй. Сам же её обладатель предпочитал выражение «земляничный блонд». Кожа у него была бледная, особенно по сравнению с оливковой кожей Кейт, и покрыта веснушками, проступающими на солнце. Мэтт их ненавидел, хотя они придавали ему некоторую маложавость, которую женщины, похоже, считали очень милой. В общем-то, как и глубоко посаженные карие глаза, которые, как говорила его девушка Сара, делают его взгляд значительным и умным. Хотя Кейт предпочитала, когда он немного щурился, словно бы от солнца. Из зала раздался голос. «Кто там говорит о Брауне?» Мэтт очистил место на стойке, и Кейт с облегчением опустила на неё тяжёлые ящики. «Кейт шумфор protection» Кейт шумфорathy Сарайка «Кейт шумфорborne» и лето Mih觸田 ��